Портал Экзегет Где найти в себе силы, чтобы справиться с депрессией? Депрессией мы называем, дорогие друзья, не просто упадок сил, восстанавливаемый сном, хорошей пищей, отдыхом. Но нечто более серьезное. Депрессия по существу – это болезнь, накликать которую человек, как говорят опытные, может сам на себя, перестав радоваться, забыв, что такое благодарность, произвольно допуская до себя худое, плохое настроение. А вот вытащить себя из омута депрессии, если душа оказалась надломленной той или иной скорбью, собственными силами человек зачастую не может. Ему нужна помощь совне. И, как я полагаю, одновременно и помощь священника, пастыря, и помощь профессионального врача. И, прежде всего, давайте обратимся к Ветхому Завету, говоря о умении с Божьей помощью восстановиться, изгнать этот дух уныния, печали и глубин сердца. Обратимся к одному из псалмов царя Давида, 41-му. «Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И пророк Исаия свидетельствует о Боге. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Итак, дорогие друзья, в Священном Писании мы находим признание пророков о том, что человеческая душа может быть и слабой, и немощной. «Отвращу тебе лице возметутся». Едва лишь ты, Господи, отвратишь от нас по нашим грехам светлый свой лик, мы возметемся, то есть почувствуем смущение, отягощение, тяжесть. И попав в это незавидное состояние, ощутив себя птицей со сломленными крыльями, царь Давид делится с нами своим советом. «Уповай на Бога, яка исповемся Ему. Буду славить Спасителей Бога моего. Надежда». Она не посрамляет. Надежда умирает последней по известному слову выражению. Действительно, когда томление духа охватывает и ум, и сердце, небо кажется в совчинку, «Всего проще уйти в себя, замкнуться, спрятаться в какую-то ракушку собственного эго». Но это-то и опасно, потому что, отвернувшись от Бога Всемогущего и Всеблагого, мы начинаем, как змей, кусать собственный хвост, начинаем пожирать самих себя, становясь мишенью, а затем и добычей для духу уныния и печали. «Уповай на Бога, прославляй Его». Надежда на того, кто нас видит, слышит и любит, соединенная с призыванием Его Святого Имени, с прославлением Творца. Вот, если не единственное, то, без сомнения, лучшая лекарства против депрессии. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи, за скорбь и за радость. Господи, поддержи меня, изнемогающего. Господи, даруй мне силы обессиленному. Господи, просвети мой ум, умири мое сердце. Господи, научи меня приносить Тебе хвалу и благодарение. Такое детское упование, надежда на Творца, с готовностью прославлять Его Святое Имя, по учению Священного Писания, это лучшее средство в борьбе с духом немощи. Вместе с тем, мы с вами уже сказали, дорогие друзья, что человек, действительно заболевший депрессией, своими собственными силами навряд ли ее победит. И сегодня, в двадцать первом столетии, священник и врач должны идти рука об руку, поддерживая немощного своего прихожанина, пациента. Напрасно, напрасно ругать человека, который признается в полном упадке сил. Он ведь зачастую сам себе не хозяин, сам себе не принадлежит. Болень, окутав его сознание, парализовав его бездействием по рукам и ногам, переживается пациентом, как нечто чужеродное, как нечто извне вселившееся и давящее на нашу психику подавляющее деятельность мозговых центров, а главное, мучающее сердце. Мне, как священнику, конечно, часто приходится встречаться с этой проблемой. Признаюсь, что сам я в юности столько пострадал от духу уныния, что сейчас стараюсь не допускать его к себе ни на шаг, ни на вершок. Господи, это не Твое и не мое, не принимаю. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, даруй мне немощному благодать Твою. Так вот учил молиться своих духовных чад, находившихся в обстоянии, в гонениях, преподобный Нектарий Оптинский. Но, конечно же, для того, чтобы противостоять серьезно этому недугу и, собственно, изжить его зачастую, кроме причащения святых христовых тайн и умонастроения правого, больной нуждается, нуждается в профессионально подготовленном враче. Мы живем в такое время, когда в медицине сделаны большие успехи, и человек, не справляющийся сам собою, чувствующий, что у него острое, опасное состояние, правильно ли делает, если обратиться к врачу, психотерапевту, для начала к неврологу, психиатру, который, разобравшись в специфике заболевания, вас ориентирует к конкретному специалисту. Но сколько бы мы врачей не прошли, дорогие друзья, будем помнить, жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Смиренным сердцем будем верить и терпеливо ждать конца, памятуя, что Господь Бог никогда нас не оставит и возвеселить нас своей радостью, если мы умом и сердцем призываем его святое имя. Субтитры создавал DimaTorzok